Девушки отдыхают Вопросы интересные есть Нет, может у вас есть А вы откуда? Я город Торонто, есть у меня вопросы? Торонто, это Канада, наверное Это Канада, да За кого вы голосовались Не секрет на парламентских выборах? Это секрет Секрет, ну хорошо А какой политической силе сейчас Симпатизируете, тоже секрет? Ну конечно Конечно, ладно, как относитесь К децентрализации В Украине? Нормально отношусь Нормально, а к возможной федерализации? Отрицательно Отрицательно Ну хорошо, вот смотрите Децентрализация это экономические Компоненты федерализации Не относитесь к позитивным, как вы сказали А в сумме вы относитесь То есть кредерализация негатива Извините, вы очень много задали вопрос Можно я вам задал вопрос? Ну я вам три вопроса задал Задавайте, вы мне два Задавайте Я ни одного еще не задал Вы спросили, откуда вы? Как же ни одного? Да, так я сейчас спрошу Каким боком вы относитесь к Украине? А откуда вы взяли, что я отношусь к Украине? Может я не отношусь? Я вам еще не говорил, что я отношусь к Украине Нет, так я спрашиваю Как вы относитесь к Украине? Я из Харькова сам В Канаду уехал Вы говорили из Торонто? Сейчас я живу в Торонто В Торонто я приеду До Торонто я жил в Харькове Ага И вы гражданин Канады? Канады, да И Украины или украинского гражданства у вас нет? Ну формально есть, но я его не продляю Нет, значит нету Значит нет Ну формально сейчас А вы выходите из Харькова И вы топите за Рашку, да? Откуда вы взяли? Ну я уже слышу Вы хотите унизить Украину И затопить за Рашку Откуда? Нет, вы вышли Повторяйтесь Я вас спросил Откуда у вас такие выводы? Если я еще ничего не сказал Ну я слышу За кого я, не за кого я? Я еще слово Слово Ваши вопросы А причем это Россия? Нет, я вам задал вопрос Откуда у вас такие выводы взялись? Вы линии Ваших разговорах В моих разговорах не было ни слова за Россию Слово Россия Не было, но я уже слышу Ну понял То есть у вас создалось такое впечатление Ну хорошо Да, у меня такое Хорошо, допустим Не, наверное, ничего хорошего Ну давайте Ну и оно неправильное Ну допустим Вы имеете право на такую точку зрения Я ж не спорю Ну конечно Да, я действительно так Я живу Я живу в свободной стране Это хороший анекдот Что Украина свободная страна Ну понятно Я живу в свободной стране А вы-то не очень Вы-то не очень Вы-то не очень свободной Кто вам это сказал? Это, знаете, вот Песня была такая Это при коммунистах Я такой страны Я такой страны еще не знаю Где так вольно дышит человек А по иронии судьбы Она написана в 37-м году Вот там тоже Половина населения верила Что она живет в свободной стране Она была написана не так Я другой Другой, да, да, правильно Да, и пардон Правильно вы говорите Ну неважно Важно, что они написали 36-й, 37-й год Ну, она указывает Как раз в годы Большого террора А народу запудривали в мозге Что они живут в свободной стране Вот так и вам запудривают То же самое Серьезно? Да Ну Серьезно? Я думаю, что нет Ну я понял, да Вот при коммунистах Кто же половина населения дома Они искренне верили Что они живут в свободной стране А на поверку Потом оказалось Что это все пшик Что это тоталитарный Сталинский режим Ну вы сами про это знаете Извините Почему вы прячете Свои глаза? Почему вы прячете? И очки Носят определенные функции Я в Украину езжу А у меня антиукраинская позиция Зачем мне Чтобы меня распознали Что? Я каждый год езжу в Украину Так вас все так распознают Ну как? Очки спасают Распознание программы Идет по глазам По зрачкам Если хорошие разрешения Да не всегда Если хорошее разрешение Остальное все Это приблизительно Вам дадут Без глаз Вам дадут тысячи лиц Таких Как вот если вы сейчас Сделаете скриншот Ну да Ты еще лиц будет А по глазам Это Как отпечатки пальцев Ну Может у вас У вас есть вопросы Ко мне какие-нибудь Я же начал задавать А вы меня перебили Я слушаю вас Я вам сначала Вы за децентрализацию То есть за экономическую Компоненту федерализации А в сумме Вы против федерализации То есть против второй компоненты А вторая компонент Это Это юридически правовая То есть придание регионов Регионам больших прав Вопрос Почему вы против того Чтобы ваш регион имел больше прав Чем сейчас Я за А в сумме вы против федерализации Федерализация Зачем Зачем федерализация нужна Если децентрализация нужна А федерализация не нужна Я вам еще раз говорю Это экономические компоненты А юридические компоненты Это право региона Издавать свои региональные законы Я же вам говорю Украина Это не Россия А почему тут вообще Россия Федерации Федерации Тут не будет Стройте нормальную федерацию Берите пример С Германии С Канады Со штатов Россия Это причем Это разные вещи Вы что Россия Россия не очень хороший пример федерации Кстати говоря Россия вообще Это Ну как Чтобы не обидеть эту страну Это Конченая Ну Нет Мы про федерации говорим Россия это Минорная федерация То есть федерация С пониженным правами региона Классическая федерация Я вам просто поясняю Как юрист Классическая федерация Это Германия В июле Да Классическая федерация Это Германия А расширенная федерация Это США и Канада Где регионы имеют Больше прав Чем в классической федерации А Россия Минорная федерация Там регионы имеют Меньше прав Чем в классической федерации Вот такие Можно еще один вопрос Да Задавайте Почему вы сливаетесь когда вы общаетесь с луганским или любым другим украине почему вы решили что если сливали я с ними общаюсь и и и и и и и луганский попадает в мои логические ловушки виду его низкого интеллекта луганской луганский вы можете только завидовать его интеллект нет у него интеллект довольно довольно низкий и родиться у него высокая интеллект очень вы знаете чем отличается эрудиция от интеллекта вы выставлять расскажите чем отличается буду вы если хотите вы если против я не буду выставлять если если вы не против вы вы пофигу ну я понял чем отличается эрудиция от интеллекта а чем отличаются 2 от 4 это разные цифры ладно я я нет я не тоже вас экзамену я хочу вам пояснить если вы хотите если не ходить не буду пояснить вы поясните поясните как вы понимаете я понимаю так как понимаете в словарях в толковых эрудиция эта способность акцептировать информацию храните и вы спать почему вы по-русски не можете сказать акцептировать это принять потому что я живу в англоязычной стране да вы если вы хотите разъяснить хорошо если вы хотите говорить по-английски говорите по-английски снова акцептировать тоже в русском языке имеет место нету такого акцептировать это принять да ну это одно и то же это синоним нет нет ну да ладно вот давайте так если вы можете объяснить за топ английский я переведу на русский это хорошо я вам это для зрителей давайте по-английски скажите это же для зрителей в том числе говорю да 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 вот скажите это все по-английски вы ж канадец Вы знаете английский? Ну знаю. Я вам сейчас скажу по английски и по-русски. Okay, let's speak English. Can you explain me in English? What do you want to say? Okay, I'm continuing. Okay, please, please. Intellect is possibility of using. Now, intellect, intellect, not intellect. Yes, yes, intellect. Перевожу на русский для зрителей. Intellect – это способность оперативно использовать эрудицию. Yeah, but speak English. Да я переведу, если вы скажете. Ну я вам все сказал? That's all. Не, вы еще не сказали. Вы скажите по-английски. I have given you two definitions. Erudition plus intellect. It's okay. Вот. Вы сказали, я вам дал два объяснения – эрудиция и интеллект. Да, молодец, но у вас неплохой английский, да. У меня хороший английский. Ну, у вас скорее всего… У меня он родной. А вы где? Вы родились в англоязычной стране? Я ирландец. Ирландец. А как в Украину, если не сказать, попали? Я ирландец. Вы думаете, это ваш бизнес? Да. В осуществе? Вы… Окей. Вы можете переведить к вашим слушателям. Но… Моин английский – это моё бизнес. Это не твой. А я ирландец. Я знаю. Окей. Вы из английского страны, вы понимаете? Ирландец. 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 Окей. Ну, ваш акцент всё-таки славянский. Ну, неважно. Ладно. Так вот я… Вы знаете такого блога «Киевская хунта»? Не важно. Окей. Ну, нет. Ну, просто… Он проводит викторины. Там Луганский ваш не смог решить несложную геометрическую задачку, которую я решил до того… За неделю до того… I'm not from Ukraine. I'm from Ireland. From Dublin. Окей. Yes. You can speak English, if you want. Who are by ethnicity? Ukrainian or… I'm Irish. Окей. Окей. Maybe… You… You… You have… How… How… How long… How long do you live in… In… Неправильное время. How… How long have you been living, нужно говорить. How long do you live in… Toronto? Неправильное время. How long have you been living, нужно говорить. Because you never… Never speak… English? I speak English. Why you don't know English? I speak English. I know English. I… I know English. I… Why… Why your English is so bad? Your English is bad. You… 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 You asked me incorrect question, incorrect tense. You… You… You have to ask me… Uh… How long… Uh… Have you been living, not have you live. Not simple present, here. I said… Do… You… Present… Progressive… And perfect… Must be tense. You understand me? Yeah… I understand… And… I… I… I ask you… Your… Your English is bad, not mine. Ok. Ладно. Это не… Не очень интересно для зрителей. It's… It's… It's not interesting for my subscribers. It's not interesting for my subscribers. Выставлю… Выставлю… Я выставлю, как ты не умеешь. Я же тебе показал, что то неправильно… Выстав… Выстав… Что то неправильно времена применяешь. И выстав, как ты… Как ты не умеешь? Simple present здесь нельзя применять. Это… Выстав… Выстав… Это как мой булочка. Ладно. Выставлю… Выставлю… Ладно. Есть еще вопросы? У тебя? Рассказывай. У меня больше нет. Все, спасибо за общение. Откуда ты взял? Я еще ни слова за рашку не сказал. Ну, такие я знаю. Я же видел тебя. Не один раз. Ну, такие… Откуда выводы такие, что я так взял за рашку? Я так против… Против… Против Украины как государства. Не как Лента, как государства. Это да. А почему против Украины? Что тебе сделала Украина? Украина? Я ей платил налоги. У меня хорошая была зарплата. Она налоги тратила это на неблаговидные цели. В частности, на мовизацию. На насаждение украинского языка. Хотя бы… Так украинский язык это правильно? Что правильно? Насаждать правильно? Популяризировать правильно, а насаждать неправильно. Что значит, что насаждать? Украинский язык это единственный язык в государстве. Он единственный статус имеет. И то государство единственное слово. Ладно, я тебе поясню еще. Украина это… Ее фискальная налоговая система такая, что Украина это жирный клоп, который сосет, паразитирует на регионах донорах. Такие как Харьков, Днепр и так далее. То есть, фискальная система. В нормальном государстве регионы доноры живут. И как может это касаться тебя? Я потому что на мне и паразитировала, когда я жил в Харькове. На мне, в том числе, на мне паразитировала. Я имел ученую степень, в ВУЗе преподавал, имел хорошую зарплату. На мне она паразитировала. Советскую, наверное, ученую степень? Ну да, еще при СССР я получил. А, ну да. Ну, советская она труднее получала. А ученая степень была на научном коммунизме основана? Нет. Это похоже, по твоему интеллекту похоже у тебя. А учил ты научный коммунизм? Да, был такой предмет. Но не в аспирантуре, а еще на пятом курсе учили. На первом учили. Да нет, на первом учили историю КПСС. Ну, история КПСС и научный коммунизм. А научный в конце, потом философия. Ну ладно, не знаешь ты тех времен в ВУЗе. По физскими. Так я же сам учил. По физскими у меня учил на степень. Иначе плохо помнишь. На пятом курсе учили научный коммунизм. Ну, расскажи. Ну, что я? Я тебе рассказал. Украина паразитирует на регионных донорах. Допустим, с 5 по 15 год... Это ты паразитируешь. Ну, так ты будешь слушать или не будешь слушать? С 5 по 15 год она забрала у Харьковской области в 3,8 раза больше финансов, чем отдала ему в виде субвенций и субсидий обратно. Это ненормальный оборот взаимодействия финансового между регионами-донорами и метрополией. Когда метрополия, то бишь Киев, жреет и обирает регионы-доноры. Вот поэтому я против этой системы. Ты забыл? Правильно. Ну, если ты хочешь провернуть мои цифры, мои данные, пожалуйста, опровергай. А откуда у тебя данные такие? Ну, изучал я источники, читал. Откуда? Где источники? В газетах в Харьковске. А ты какие? Где источники? Что я... Первые источники. Ну, там ссылка была на... Это твои голословные слова. На... Потому что ты голословный пиздобол. На штат комитет, на штат комитет. Как тебя Луганский опустил, так я тебя опускаю. Потому что ты голословный пиздобол. Я тебе больше скажу, что Луган... По мнению Луганского он всех опустил, даже если он проигрывает. А его... Его укробыдло, его чатик, они ему поддакивают. Ну, половину из них иска не верят, да? Потому что Луганский, несмотря на его низкий интеллект, все-таки обладает высоким мастерством ораторского искусства. Луганский... Я не видел, чтоб он что-то голословил. Я видел, только он все подтверждает документами. Вот ты и забудешь сейчас... Ну, Луганский потрясет перед тобой папочкой. Папочки, которые не документы, а просто, так сказать, отпечатаны. Вот смотри, я тебе... А что страшно? Не бойся. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Я могу много привести фактов, что Луганский просто, так кстати, нелогичный лох. Вот это его последняя, допустим, фишка с дровами. Помнишь? Подари дрова. Ну да, помню. Говорит, что вот нет газа, надо подарить дров. А бабку снимают у газовой плиты. Он должен сказать, что... Так это не его фишка. Фотографию показывает, бабка стоит у газовой плиты. Подожди, это не его. Да, он взял с российского сайта. А комментарий его. Он говорит, что нет газа. А на самом деле бабка стоит у газовой плиты. Он, если бы у него была логика, он бы сказал, у него нет газового отопления. У него нет котла типа АГВ для газа. Поэтому она вынуждена... А знаешь, кстати, я не видел это. А знаешь, чем отличается газовое отопление от газового баллона? Знаю. Баллон – это хранилище газа. Отопление – это, так сказать... А знаешь, что может быть газовый баллон? Знаю, знаю. Но это тоже есть газ. Вот так... А это газовое отопление тогда называется? Я... Я... Нет. Я же тебе сказал, что надо было... Если бы Луганский был грамотный, он бы сказал, что нет газового отопления. Такой же... Он же сделал интервью онлайн с Романевко, основателем этого сайта «Подари дрова». Ну... Так смотри, вот я тебе скажу, что... Смотрел ты это или нет? Ну, я так... Чуть-чуть я посмотрел там... Ну, там ерунда. Ты посмотри. Полностью. Я тебе могу что сказать, что... Посмотри, что... Луганское это можно стирать в Украине, потому что в Украине не понимают, что отопление дровами могут себе позволить только страны с северными территориями. Канада, США, в смысле Аляска, Россия, Дания, Скандинавия. А у вас дровами топят? Потому что дровами это элитное отопление. Оно хоть и хлопотное, но элитное и, так сказать, экологическое. У вас дровами топят в Торонто? В Торонто нет, а в... Так сказать, фермеры многие топят дровами там, где... А в Онтарио уже дровами, да? Да, да. Отъедь за три часа от Торонто на запад, там будут дровами топить. Можешь погуглить это самое... Трансканадиан дорога. Вот это... Трансканадия, трасса. Вот по ней едешь... Ты вот сам себе веришь? Я это видел воочию, проезжал. А ты можешь по Street View посмотреть. Как... Не потому что Канада не может газифицировать, а потому что невыгодно газифицировать там, где малая плотность населения. Если там живет пять человек... Если там живет пять человек на квадратный километр, никто не будет газифицировать. Ты можешь сказать, где, где, например, Луганский врал? А Луганский не врет, он и манипулирует. Мастерство ораторское Луганского, несмотря на его низкий интеллект, заключается в том, что он не врет, а манипулирует. Вот в частности с дровами. Какой он не врет? Ну, я не ловил его... Может, ты где-то врет. Ну, он манипулирует. Вот тебя я сейчас поймал на лжи, да? Потому что ты врешь. Потому что ты не доказываешь... Хорошо, фраза. Я тебя поймал на лжи, потому что ты врешь. Я не вру. Я тебе предлагаю посмотреть. С третью посмотришь. Ладно, это разговор ни о чем. В Канаде... Канада еще меньше газифицирована, чем Россия. Не потому что Канада не может газифицировать. Потому что они не рентабельны. Так в Канаде сколько жителей? Ну, вот я тебе про это говорю. Тридцать. Тридцать. И в России плотность населения... Сколько? Тридцать миллионов? Тридцать восемь. И в России плотность населения в семь раз меньше или в восемь, чем в Украине? Меньше... Канада чуть меньше России. Да. Поэтому в Канаде еще меньше плотность населения, чем в России. Поэтому там еще больше негазифицированных территорий, которые мало заселены. Канада живет и процветает. Да. А Россия тухнет и умирает. Россия тоже живет и процветает, но поменьше чем... Тухнет и умирает. Но поменьше чем Канада, да. Канада более процветает, я с тобой согласен. Ладно. Опять разговор у нас ни о чем. Это будешь троллить российских блогеров. Мне как-то твой троллинг до лампочки. А выставишь? За хорошие слова про Канаду тебе спасибо. А выставишь? А выставишь? Да ты же десять раз спрашиваешь, выставлю. Только ты перебиваешь в конце, выставлю конечно. Давай, пожалуйста. Ладно. Только не вырезай ничего. Ну не вырежу. Если ты слышишь, не матюкался, а то сейчас, если матюкаешься, то ютуб страйки присылает. Ты вроде нормальный беседы. Да, да. Так я же ничего не... Ну я да, я. Хорошо, ладно. Все? Как твой канал называется? Ден Клуб. Как? Ден Клуб. Ден Клуб. Ден Клуб. Сейчас поищу. Ден Клуб. Ладно, давай. Успехов. Олег Ден Клуб. Олег Ден Клуб. Не требует. Ден аккаунт, как С하하, дин Клуб. Олег Ден Клуб. Да. Дураковаляя. Разговаривает, но разговаривает. Вон так, hebt tweeting. От заседья было совсем не разговорники. Как認 durchaus говорим. Вы inserting этим недораспределем. Утириторный государств. Немного р Skinner. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один... Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой чей отвечает. За родную Россию, как руси их рассеют. Тяжела будет, и исповерь. Каркашовский был. Мы сделаем украинским угрозом ночлением. Пытаясь, да, да, в Украине, которая была создана, мы по-кровищу. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева – 480 километров. А до границы с Россией – 40. Давай, ситрона огромная. Давай, наркомерный бой. Ты машинской силой немною. Хорошего и чумой. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. Субтитры сделал DimaTorzok